Бокертов! Доброе утро! Должок остался у нас с прошлого раза. Мы говорили, да? У нас Глава Шмини, а Шаббат называется Ходыш Азэ. Четвертое, последнее, что мы делаем, читать будем Вахтир будет читать, по второй книге из Сатир Таро будет читать у нас Аходыш Азэ. Об этом поменяли, этот Шаббат будет этот. Нам кое-что надо добавить к прошлому нашему разговору. Было много материала, мы не все. Что бы хотелось добавить? Выяснить несколько вещей, без которых просто прошлый разговор не будет закончен у нас. Напомню, да, что пасук говорит и позвал он Маше, Арон и Старейшин. Мы задали, сказали, почему Старейшин в том месте было и перевели цитату, что как птица не может без крыльев, так не может еврейский народ без его старцев. Скинин, да? Вот. И интересно, Олег Косток пишет интересную вещь. Он сравнивается, говорит, а народы, вы сказали, и сегодня, и тогда, по-моему, кто-то тоже сказал, что народы и мир, мы тоже народы и миры уважают старцев. Да? И вот мы сейчас выясним это, насколько оно на Кавказе уж точно, да, да? Уважение к старшим, но совсем ли это одно и то же уважение к старшим и то, что имеется здесь. Ведь что у нас произошло? Сыновья Аарона умерли, потому что перед своим равом учили, давали кому-то Аллаху. Объясняли, да? Это причина. Вот это нам важнее. Ведь встать перед стариком это одно. Другое дело, если я нахожусь и мой ученик при мне кому-то объясняет что-то, вот это беда. Это чревато смерти. Ну, этот прошлый разговор вспомнили, да? И мы там выяснили, что почему? Да потому что действительно, в конце концов-то, должно быть уважение, штука уважения, приоритет или, как сказать, иерархия. Буквально по возрасту. Чем старше человек, тем богаче его жизненный опыт, тем тура его более практично. Оно знает, как правильно поступать. И такой степень, что мы сказали, что один рав может для двух людей сделать разные, разные постановления, да? Он должен быть еще и проникнуть жизненным опытом своим и понять, что именно ответить человеку. Это наш прошлый разговор. Касательно других народу мира. Да, как то, пишут интересную вещь про народу мира. Одну минутку, я снова почитаю, и потом я ухляю. И говорит, он говорит книга так. Правда вдруг, как решил обратиться. А у народу мира существует такое? Существует. Но, говорит он дальше, народы мира, в принципе, могут обойтись без своих старцев. Им не нужны старцы. Уважать, уважай, а чтобы как жить, узнавать у них, не обязательно. И переводит такой пример. Это все равно, как не совсем лицеприятный, но, я не знаю, какая разница между коровой и орлом. Орел без крыльев не летит. Корова без крыльев обойдется. Так вот пишут, да? Я думаю, это не уезжает народу миру, чтобы не назвали их орлом. Вот. Ну, или наоборот, хорошо, это бык, а мы воробей. И говорит интересную вещь. Быку крылья не нужны. Ну, так справится. А птица без крыльев, состояние весьма плачевно выглядящее. Это страшная вещь. Птица без крыльев, конечно. Видим вот птицу без крыльев. Ну, курица, да? Я согласен с поступком. Наши выпас крыльями не есть. Да. А вот птица без крыльев, а вот странно, взяли у меня, и почему-то мне стали объяснять, смотри, как плохо смотрится к птице без крыльев. Ну, нарисуйте мне птицу без крыльев. Есть у вас... Задайте своему этому, как это, мозг. Напишите, напишите, пусть сделает птицу без крыльев. Ну, ладно. Ну, сделайте, покажите нам. Пусть этот, как называется этот, нейросеть. Нейросеть, да. Сделает нам образ птицы без крыльев. Это страшная вещь. Это... Мудрецы говорят, это... А мы проходим птицу без крыльев. Нет, это страшная вещь. Не проходите мимо. Почему? Потому что если бык без крыльев, он и так справится, и надо идти. Птица без крыльев, это состояние отвратительно плохое. А что? Потому что крылья, которые отсутствуют у птицы, не позволяют ей лететь. И что получается? Это птица, получается, что она не находится там, где ей нужно. Она буквально ползет и опускается низко, 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 низко. Так, что ни одно животное не может опуститься, которое не требует крыльев. Поэтому можно перевести так. Если у народа еврейского нет мудрецов, то, боже упаси, народ этот может опуститься ниже всех народов. И беда так и будет. Понятно, какая в чем беда эта. Вот, почему это... Нарисовали уже? Программа «Глючи». Такая вот, да? Да, уж представили. Но есть такая птичка без крыльев, птица Страус. Киви. Киви? Она летает, но... Смотрится смешно. Да, очень смешно. Она и похожа на киви. Ну, у нее крылья есть, редументы, но остались какие-то. Короче, нужна ли нам какая-то иллюстрация к этому? Нам важно теперь продвинуться вот по этому тексту, да? Как здесь написано, что птица, бог гердок, крылья без птиц это страшная вещь. И это состояние чревато последствиями весьма-весьма, то есть то, что бык не может наворочить дел проблем. Он не может. Он ходит на киви, птица без крыльев, опасная вещь. Поэтому, да? Теперь дальше, что такое птица без крыльев и какая опасность из этого выходит? Сразу начнем с этого, потом перейдем к нашему Рош-Ходышу. Охота Шозе. Что будет, да? Что случится, если... Дальше описывает. Ну, хорошо. Что будет в этом мире, что если не будут ходить молодые и спрашивать у Рава, что делать? Вопрос такой, да? Простенький такой. Что будет? Ну, сколько еще у нас есть? Что будет, если... Или он сейчас спрашивает. Ну, подумаешь, не пришел молодой мудрец к старому мудрецу спросить, правильно я понимаю? Много религии будут? О! В точку. Даже не в точку, а около. Теперь можно сместить вашу мишень туда, куда попали, и получишь точку. Ну, почти. Господа, не забывайте, мы с вами говорим о грехе золотого тельца. Все время, да? У нас была красная корова, в этом говорили. Теперь у нас посредиство храма этого, Шмени, глава. Это тоже исправление греха, да? Золотого тельца. И мы говорили о том, что смерть наших праведников, это тоже исправление какой-то степени. То есть, как, когда умер Машарабейну, еврейский народ, помню, сказали, мог снова подумать, давай сделаем себе тельца, но выдержали. И приняли смерть Машарабейну, хотя и позабили много аллахот. И опять все возвращается у нас к этому самому золотому тельцу, как мы сказали. Любая проблема, которая произошла, корень ищи в золотом тельце. И когда свяжешь это с золотым тельцом, поймешь, что надо делать, и будет тебе ясно, почему именно надо так поступать. Да? Все. Пойдем далее. Что же произойдет? Вы сказали так, если... Как он говорит, одну минутку, я почитаю, потом приведу. Мы ведим Исраэль дзаскиним, мгиим ле галато. Лешмин говорит, Исраэль дзаскиним, а валькаще, колихат муреа. А, он так говорит. А теперь, что будет, если каждый, знающий Тору, будет сам себе делать Аллаху? Вот, точка. Что будет? Все мудрецы, все учат одну и ту же Тору. Все сознают, это Тора от небес. Если это просто идолбоклонцы, как вы сказали, Абадазара, да, или как будет разброд, да, то это можно еще как-то исправить. Однажды пришел Аврам Абин и сказал, есть только Всевышний один, и все приняли эту проблему. Нет, нет проблем. Все приняли, что Всевышний один, Тора одна, и все, мы это приняли, признали, и теперь живем по ней. Но этого мало, господа. Признать Тору и Всевышнего, как нечто единящее, единение, этого мало. Более того, это страшнее, даже если без этого, да. Если без Торы, а люди живут, исходя из какого-то опыта, то как-то рано или поздно они между собой договорятся, будет некий социальный договор, чтобы не воровать друг у друга, не грабить, договорятся как-то. В какой-то степени, боже упаси, здесь даже Тора и не нужна, как умеет договориться между 32 банда разбойников. Там есть иерархия, есть там Пахан, да, зовут его, да? Пахан, шестерка, там есть своя иерархия, там они, у них есть даже свой банк, называется, как он? Обща. Обща, видите, может такая даже противобогомерзительная такая, для бога великолепная вещь, как про грабежи, у как-то у ура навесить, чтобы внутри был порядок. Так что, видите, быку нет проблемы, даже без крыльев он выживет. А вот у птицы проблемы, ей нужны крылья, без крыльев, будучи птицей, большая беда грозит. А беда какая, называется он, что самый наш золотой телец. Теперь, что там произошло? Все приняли Тору. Приняли мы Тору, это было после получения Тора, так? Было-было, да? Машарабейн исчез, опоздал на 6 часов, и что случилось? В чем беда? То, что сделали золотого телца, сделали. Подумаешь, тоже мне скульптура, в парке культуры отдыха стоит там, золотое, да? Вот. Внутреннее наполнение этой беды в чем? Каждый сам для себя решает. И это беда. Понятно? Даже отсутствие Торы не так опасно для окружающей среды, потому что порядок как это наведется. А вот когда есть Тора, и люди принимают ее, но каждый решает, как понижить сам для себя, это беда. Все. Почему? И где здесь мы находимся с вами золотого телца? Где этот золотой телец? Как сказано. Получается, они продолжили этот грех, но на более высоком духовном уровне. Да, мы сказали, это корень. То есть, если есть корень, то остальные ветки дерева я вижу, это я вижу, наблюдаю. А зреть надо в корень и понимать, куда это и что это ведет, и понять, что это такое. То есть, самое маленькое отклонение от Аллахии от центра, это получается золотой телец. Да. Только теперь вопрос, что это такое, более пощупать. Как это вышло, что такое золотой телец теперь вот в этом ракурсе? Что это такое? Еще раз, было бы нелепо представить, как мы часто, как на случай в детском садике, да, только что получили Тору и уже поверили в какого-то золотого телца. Так мне, да, говорить? На самом деле, нет. Уже много раз говорили. Золотой телец, исповщик, для евреев, это, например, эра в Рав, ему понравилось, это сделали. Евреи, как таковые, почти никакого отношения к этому не имеют, золотого телец. То, что на нас повлиял этот эра в Рав, это да, то, что мне сдали слабину, это да, то, что Арон дал слабину, это да, да, да. Все это было, называется, влияние извне. Но нам не хватало внутреннего какого-то противостояния, чтобы это влияние обнулить. И что это, какое-то отсутствие чего это было, что каждый, и так, служить Всевышнему нет проблемы. Мы приняли это за себя. Но беда в том, золотом телца, что каждый решает для себя, как ему служить Всевышнему. И вот тут Тора превращается в беду. Это как человек, который полагается, что вот идет пожар, он хватает ведро и заливает, да, пожар. А тут кто-то перепутал, схватил и бензином плеснул. Это тоже ведро, он пользуется ведром, только ведро набрали бензин вместо воды. И плеснул этот костер, да, и костер еще быстрее будет, пожар будет еще быстрее гореть. Вот это и называется грязь золотого телца в этом смысле. Что евреи не сбились, они верят в то же Всевышнему, но каждый представляет по-своему, как он будет служить. И это большая беда. Поэтому у евреев, чтобы этого не случилось, мы должны идти и спрашивать у наших мудрецов. Может даже этот мудрец и позабыл что-то, да, как сыновья Аарона, они спорят по Шарабейну. Надо принести свой огонь. Все правильно, только нельзя этого делать было при Маширабейну, потому что они делают, как сами решили. Поэтому у нас первый вопрос еврейский. То есть они спросили бы так, по Шарабейну, а можно ли принести? Совершенно верно. Даже если вы решили, поэтому называется спросить Шейла Тараб. Шейла Тараб. И эта беда началась еще раньше, господа. Когда Якова Вину, помните, Шимон и Леви вырезали шхем. Да? Помните была история? Очень похоже на эту историю. Правда, действительно, этому городу, который так себя ведет, только одно исправление. Вот такое. Этому городу некуда. Весь город был согласен на такую мерзость. Если вы не понимаете, что за мерзость там, то могу озвучить. Ну, если взяли Дину всего-навсего и что-то изнасиловали. Да? Или по согласию. Не. Изнасиловали. Унизил. И весь город в этом видит, что какой-то поступок, который надо... А! И присоединяется к этому поступку. Мы за этот поступок давайте теперь продолжим эту стезю. Этому городу будущего не может никак быть. Он сам себя копает в могилу. Такого не должно быть. Нет такого равнодушного согласия с произволом и мерзостью. Нельзя. С мерзостью нет никаких... Как с террористами. Нет с ними переговоров. Мы сейчас нас поставили в интересное состояние. Мы переговариваемся с Хамасом. С террористами не договариваются. Ну, так получилось. Такой анекдот очередной. Террориста уничтожают. Умело. Так точно везде. С мерзостью не переговариваются. Поэтому, когда Яков приходит и узнает, что сделали Шимон и Люви, он сердится на них страшно. Помните, да? Вы меня поставили перед смертью. Сейчас все на меня навалятся и конец всему. И непонятно. Мы спрашиваем Якова Вину, а как ты думаешь, что так можно эту ситуацию исправить? Конечно, правильно ответить. Да, да, да. Это же мерзость. И нельзя терпеть. Он говорит, правильно. Это мерзость. Её не затерпеть. Так что же делать? Надо было меня спросить. А что бы ты сказал? Делайте то, что вы? Сделаем. Да, я не факт. Да, да, да. Так Митраж будет. Нет, нет, нет. Митраж говорит, если бы не сказали, они получили псагдин от Рава, и их действие приняло бы священный оттенок, и никто бы даже пёс языком не пошевелил бы. Ну, а есть уверенно, что Рав бы так постановил? Поэтому, если так, то Митраж бы не принимал бы этого вообще, понимая. Вся идея в том, что я кого-то... Ещё спрашиваю, я кого вину? Эту мерзость, что будем с ней делать? Резать. Это опухоль. Как это называется? Нездоровая. Как это опухоль? Да, не здоровая. Операцию. Злокачественная. Да, злокачественная. Отсекай. Спасай организму. Отсекать надо. Тем более, они помогли спасли эти 24 тысячи. Потом они станут, ого, продвинуться в жизнь. Те, кто вырезали там. Барухата, Адунай, Легей, Нумелуха, Нахшак, Ковли, Еберу. Аминь. Я ставлю для Кабалы это. Поэтому, что нужно в Швелата Рав? Спасить Рава. Поэтому, спрашиваю... Это вот, поэтому у нас есть понятие спросить у Рава. Даже если я знаю Аллаху и немножко сомневаюсь, я сразу спрашиваю у Рава. Это наш юристический подход. Швелата Рав. Спросить Рава. Даже если я знаю 100%, маленькие сомнения, я не могу для себя постановить сделать так. Идти к Раву это митцва, как мы знаем. Рабанин для того и сделан и Всевышним, чтобы им задавали вопросы. Поэтому они не спят ночами, отвечают на телефоны, приходят, они спят поздно в всех местах, отвечают. Это их работа, для этого их сотворили. Это и есть скиним старца еврейского народа. Не обязательно повозить... Может подкрасться мысль, что Рав может ошибиться, он же человек, а вдруг... Аллаха говорит, если скажет Рав, совершенно верно. Но Аллаха уже, вы наверняка слышали эту Аллаху? Она всех как-то коробит. Скажет на правое, на левое, правое, принимай. Это вещь самая непостижимая, тем не менее, называется Швелата Рава. Работать специально, чтобы сбить твою точку зрения, в которой ты так уверен. Здесь, да, здесь можно очень много чего нагрузить, вагону прицепить. Очень много получше, но нам пока не досуг, нам важнее вот дальше пройти по этому. Договорились, да, что это вопрос. Чтобы не было у каждого своей Торы. Тора, она единая, это известно. Но сделать ее единой есть только одна известная дорога. Швелата Рав. Иначе из единства Торы получится пестрое лоскутное одеяло, которое никого никогда не прикрывает, не согреет. Более того, будет страшный раздор, приведящий к войне, как это сказал Яков. Вы постояли весь мир передо мной. Вы хотели как лучших по Торе поступить. А вышла страшная беда. Поэтому бык проживет без этого. А нам нельзя, потому что если евреи берутся за дело, и у них нет кого спросить, то из этого выйдет что-то очень плохое. Что даже у народа мира этого не получится. Поэтому все-таки этого мало. Мы должны понять еще одну вещь. А итак, Золотой Телец, все было правильно. Правильно. Они не делали, чтобы поклоняться им. Это вышли, вышедшие египтяне не поклонялись. Мы, Золотой Телец, для нас это каждый думает, служите Вишневым, как он хочет. Что запрещено. Все, все. Еще один вагончик к этому поезду. И это очень важно. А почему и что же это такое? Ну как-то объяснили. Да, но в Кавказе принято уважать их, понятно. Мы должны здесь разложить по полочкам эту идею. Что это значит? Я знаю Аллаху. Сыновья Аарона знали прекрасно. Даже Маше, наверное, хуже знал. Но почему все-таки надо было пойти и спросить, что это такое еще? Мы что-то не досказали. Еще раз напряжемся. И какая еще причина в том, чтобы идти к старцу? Спросите у него. Даже если я знаю. Я знаю. Как предложили, да? Маше Рабейну я слышу так и так. Правда ли это? Он не опыт жизни. Опыт жизни, это в прошлый раз мы поговорили. Прошлый урок как раз мы говорили. Опыт жизни здоровый. Рамбам никогда не делался, пока не почувствовал, что сердцем. Да, это опыт жизни. Этого маловато. И надо кое-что к этому перецепить еще. Одну маленькую вещь, без нее просто нельзя нам расстаться. Как вы думаете, в какую сторону развивается человечество? Нормально. Нормально. Гуманизм. Правда, да, да. Растет. Растет с каждым днем. На горах, выдаем. Неплохо. А как народы мира смотрят на развитие мира? Положительно. Прогресс называется, да? Да. Прогресс. Здорово. Счастливые все. Да, смотрите. Даже не знаю, как его пример привезти. В общем, в раю. Уже можно дома заказать себе, не выходя из отсюда. Заказать. Все, нажал на кнопку, погладил, постирал. Вот. Все здорово. Отлично. Мир развивается. По спирали. К лучшему, к лучшему, к лучшему. И есть одна вещь. Когда мы говорим о народах мира, мы говорим, дор, дор. Поколение, поколение. Когда мы говорим о еврейском, мы говорим, дор или дор. Поколение, из поколения в поколение, из поколения. Связываем поколение с поколением, поколение с поколением. Обязательно. Запрещено нам о народе еврейском говорить, дор, дор. Из поколения в поколение, поколение в поколение. Связано, связано. Почему? Народы мира, изобретая всякие новые штучки, считают, что предыдущее поколение было примитивно. Вот как я с вами, видите? Вот мой телефон, видите? Тяжело нажимать, вы даже не умеете, наверное, этого делать. Спасибо. Попробуйте. Это так интересно. Это как к бабушке деревню съездить, набрать из колодца воды, пасекомые пробежаться. Попробуйте. Тяжело. Я нажимаю, нет проблемы. Называется новое поколение. А какое поколение это там? Последнее. Последнее. У меня какое-то, даже не знаю, что это, да? Поэтому вы смотрите на эту вещь как примитивно. Так ведь? Правда примитивно? Угу. У вас там уже и сам он думает вместо вас, да, так я понимаю уже. А я должен нажимать на кнопки, тяжеловато, но ничего, зато не теряю форму спортивную. Тут пальцы могут на роялях, можно сейчас что-то сыграть. Поэтому народный мир смотрит как на процесс, на прогресс. Предыдущее поколение примитивно. А мы продвинуты. Ну что, это плохо, господа? Правда. Это правда? Да. Не зря старик Тургенева ломал голову отцы и дети. Почитаете? Почитаете? А, не тряйте время. Иуда. Тургенева, зайдите. Читали? И что у вас главное запало в душу? Вы узнаете наш урок у Тургенева, Ивана? Что? Старик Тургенев пытался поднять проблему кое-какое, которым мы занимаемся теперь. Поколение. Нигилизм. Нигилизм. Отрицание. Отрицание отрицаний. Скажите, это правда, действительно? Отрицание, да? Есть отрицание, то есть это мы наш, мы новый мир построим, а это дооснование не припритом. Типа, да? Ну, садят. Похоже, да? Можно ли построить новый мир, разрушив старые дооснования, еще что-то? Чего они строят этот новый мир? Из чего? На блоках самовластия напишут наши имена. Из какого хлама? Из нового кирпича, из того, из обломков. Если они все разрушили, сохраняли, пошли новые сделки кирпичи, они заново все, все, все должны вернуть и построить, и не по гарантии, что дальше это будет стоять на века. Потому что они рассматривают предыдущее поколение как примитивное, потому что у них другой вид телефона. Если вместе с этим, вы говорите, нормально, это примитивно, но вместе с этим незаметно вкрадывается, накладывается, переносится это и на другую область, которая опаснее уже. Неужто предыдущее поколение примитивнее нас? В чем? В телефоне да. А в представлении Творца? Силы души намного сильнее, конечно. Понятно? В представлении о единстве мира, о том, что хочет Всевышний. Кто тут примитивнее, а кто не примитивнее? Мой дедушка, правда? Конечно. А я примитивен. Конечно. Я примитивен. Страшно. Мой дед куда меня мудрее. Навсегда теперь. Навсегда. Уже никогда не будет так, что я буду мудрее своего деда. И слава богу. Так у него вообще такого даже не было. Вообще не было телефона. Был в Совете. Он мог общаться в Москве. Он знал, что делать. Да, он-то знал, что делать. Он забрался в такую глушь, что ни один Стали не достал его оттуда. Он пережил все доносчиков, все-все-все-все пережил все виды угнетателей. Красные водили на расстрел его, белые водили на расстрел его. И только бабушка бежала, жалеете, у него пятеро детей, они не расстреляли. Почему? А почему расстреливать? Приходят из-за красных забил, пойди, не знаю, кто они. Как сейчас на Украине. Пойди, приходят в деревню украинцы. Ты за кого? Кто их знает? Они все одинаково одеты. Что говоришь? Вот такая история. Пережил. Почему? Забился и правильно. Всем советую. Но это не в этом мудрость его. А может, ты же мудрость его. Если выжил, так это мудрость. Почему мой дед мудрее меня? Вот и все вопрос. На это мы должны ответить сейчас. Согласитесь, что это так, и кто-то спорит. Или кто-то еще думает, что ваша дедушка примитивнее вас, потому что у него не было накрученного телефона. Нет, примитивнее и мудрее, это же разные вещи. То, что он примитивный. А я официально беру слово примитивный, чтобы орудовать ним, как лопатой до конца или ломом. Разгромить, разломать, разнести. Да пусть. Примитивный. Примитивное мышление. Тоже годится. Есть примитивное мышление. Есть. Примитивное мышление. Поэтому мое мышление примитивное мышление моего дедушки. Все. Кто-то хочет поспорить еще? Есть еще более интересная вещь, что все технологии тоже отъявлены. Может быть. Надо разобраться. Я хочу только сейчас выяснить одну вещь. Вы согласны, что наши дедушки, мы примитивные. Кажется так. Нет. Мы примитивнее. Наше мышление примитивнее. В контексте. В морали. В контексте. В морали. В контексте. Мы примитивнее, чем их. То, что у нас накручено, это хорошо оставим, что примитивный. Но жалко слово примитивный оставить. Потому что она очень важна. Так смотрит поколение на старое, а не примитивные. Наивные. Примитивные. Ну, посмотрите старый фильм 60-х годов каких-то. Как наивное гено такое, да. И что-то никакое. Ладно. Давайте закончим разговор вон о чем. Почему? Наши предки. Почему мы примитивнее в мышлении, чем наши предки? Все. Вот оплаш. Разглядывая Всевышнего, наш взгляд на Всевышнего примитивнее. Мы не охватываем его так, как это делали наши пра-пра-пра-пра и пра-отцы тоже. Все. Мы слишком грубы к нему. А наши пра-пра-пра-пра-пра были тоньше к его успеянию. Понятно? Вопрос, почему? Ответ простой. Очень простой. Линейные движения и времени. Они ближе к творению мира. Всего нас. Так отвечает мудрец. Все то, что почему нам идти к нашим мудрецам спрашивают. То есть нас отсылают. И к сегодняшнему постарше. И дальше. И дальше. И до Машарабейну. И до Варамавину. И до Шема. И до Шета. И до первого человека. Почему же первый человек видел мир от края до края. Ему было все понятно. Он знал, что хочется вышить от него. То, что он ошибся, другая тема. Совсем другая тема. Как-нибудь упомянем. В чем? Почему первый человек ошибся? Она должна была быть ошибкой, что пришел Авраам и исправил. Чтобы нам что было делать потом. Как он разберется? А пока понятно, Господа, как-то просто. Они ближе к Творцу. В том смысле, что однажды на это началось. И когда это началось, это ощущалось так просто и легко. Иначе как вы понимаете, что человек первый был высотой от неба до земли? Как вы это понимаете? Так? А? Он соединялся. Без всяких проблем. Духовные, материальные. У него не было проблем со скромностью настоящей. Со всем, что у нас вызывает сейчас. Всякие сложности жизни у него не было. Не было. Он просто поторопился немножко. И все. Может, что еще? Вот почему, Господа, нам необходимо возвращаться и идти к нашим. Только потому, что они ближе. И даже если. Насколько теперь ближе, да? Ну, Абрам Абин уже сколько прошло? Тысячелетие прошло. И однажды я слышал урок. Рав Якул Зацаль уже умер. Сын Рав Ясета Зацаль тоже. Однажды, наверное, в уроке он... Кто-то задал вопрос. Были такие Рав Мордыхай Зацаль. Все умерли уже. И Рав Шапира Зацаль. Ну, годы прошли. А тогда они были живы. И кто-то спросил. Какой-то странный вопрос прозвучал. А видно, я думаю, мы разбирали тему. Кто-то задал вопрос. А можно ли измерить, кто из них мудрее? Вопрос какой-то задавать? Но видно, была необходимость в этом вопросе. Можно ли с раннего Черного моря с Каспийским? Нельзя. Нелепо. Каждое свое назначение. А здесь можно было задать вопросы. Кто-то задал. И что ответил Рав на это? А Рав Шапира, насколько я понял, был, по-моему, старше на два года. Рав Мордыхай Зацаль. И он говорит, конечно, но почему на два года Тору учит больше? Всего на все. И все. То есть измеряется буквально в килограммах. Это когда мы. То, что мы с вами учим Тору, если нам попало что-то, понятно, может, изучение Тора. Но там называется на гора. Там буквально каждый день у каждого одинаково получается постижение. Буквально. Поэтому там идет счет на секунды. Кто больше прожил, кто больше Тора. Кто больше Тора. А еще постарше. Почему постарше он? Потому что он на два года ближе к творению мира. На два года ближе к творению мира уже есть разница. Да? Мы ее не видим, не чувствуем. Конечно. Ну как это, да? Но мы обязаны так поступать. Тот, кто ближе к творению мира, тот больше понимает, к чему все это сделано. Это наша с вами была. Теперь еще два слова. Три блин, эдер. И это не так-то просто. Согласны? Что это не так-то просто? Пойти и спросить у мудреца. Да я сам себе, я сам знаю. Да я день просидел над этой сугейой. Я ее на куски разрубил. Я понял. Во сне мне присылся ответ. Это вообще больше, чем пойти право спросить. Что приснилось? Ответ на сто. А, а, хорошо. Зачем мне идти спрашивать? Не встал. Да. Даже если вас не приснилось, все равно я ее украл. Господа, где мы оказались, не так-то это просто, да? Или думайте легко. Что мешает нам пойти? Потому что я, быть может, я правду знаю больше. Я знаю больше правду. Мне пойти сейчас и сказать, какому-то старту, сказать, как ваше мнение на эту тему. А у меня уже картина полностью сложена вся. И я должен пойти сейчас и сказать, раб, скажите так и так. Если кому-то это легко получается, это поздравляю. Но, как правило, эта вещь должна быть тяжело. Почему? Что здесь на что? Мы просто ровко сказали, чтобы новое приобрести, надо потерять. Была история такая, да? Здесь необходимо тоже что-то приобрести. Здесь должно быть некое приобретение. То есть возвращение картины, возвращение к прошлому, к источнику. Или к будущему. Как угодно назовите. Это рост называется. Должно быть некое, чтобы приобрести, надо быть к чему-то быть готовым потерять. В данном случае, что мы теряем? Своё я. Своё мнение. Своё мнение, своё я. Которое нам очень дорого. Действительно, когда человек что-то сам догадался, узнал, ему страшно дорого, господа. Обратите внимание. Как кто-то что-то догадался, что-то понял, оно просто не выходит из головы. Что интересно. Хочется записать. Да, а с шаббаток вообще беда, да? Вы правы, хочешь записать. Буднище запишут, мне эти записки. Вон, валяй. Смотри. О, это про другую голову. Таких записок много у нас, да? А в шаббат вообще муки страшные. Что делать? И кричишь детям, сюда иди. После шаббат, скажи мне, вот так и на это. Понял? Почему? Ты открыл. Это жуть такая. Вы меня поняли. Я рад. Я думаю, тоже вы это понимаете прекрасно. Я в центре, я много служил. По-моему, открывал, здесь открытие. Все выслужили, да? Все есть такое вот. Ого-го-го-го. Их ты. И вот с этим расстаться. Это всё, что есть у меня сейчас. Как с этим расстаться? Ну, хвадарал. Скажите, а правда, что так и так? Вообще не так. А, да? Не так совсем. Правильно. Это ещё хуже. И тогда весь дом этот разрушен. Так построен красиво. Такие были балкончики. Что-то рухнуло. Всё. Ну, а бывает, что это. Кто знает. Всяко бывает. Но главное, что, господа, на это надо быть готовы. И не так это просто. Вот почему народу мира нет проблем. У них нет нужды. В том, а у нас есть большая нужда. И необходимость она даже сопричастна со смертельным исходом. Это может опасно быть. Потому что человек может сказать, я решил, так и будет. Ну, я сам называется. Я сам, я сам. Сам с усами. Поэтому, как связан наш Рош-Ходыш, Ходыш-Азе, будем считать это, да, с нашим разговором здесь. Неспроста я так идиот. Месте нам очень важно, как связан то, что мы будем читать о Ходыш-Азе, связан с нашим разговором здесь. Мы скользко упомянули связь в прошлый раз. А теперь еще добавим маленький штрих на фоне того, что уже упомянули сейчас. У нас какой календарь, мы сказали? Лунный. Верно? Верно. Но мы соединяем лунный и солнечный. Сказали? Сказали, да? Мы соединяем. Поэтому у нас есть сегодня весокосный год, чтобы мы подогнали, чтобы у нас весна была всегда Ходыш-Азе, сам был весну. У нас сегодня весокосный год. Но у нас лунно-солнечный календарь, и мы между двух этих вещей с вами и живем. Между Луной и Солнцем. История Луны и Солнца, вам известно, да? То есть, если мы сейчас выйдем на улицу, возьмем черное стекло, темное, посмотрим на Солнце, то мы увидим, диск точно такой же, как у Луна. Все измерим его. То есть, они одинаковые. Удивительно, да? Слышали наверняка. И действительно так написано в береже. И создал два светила, одинаковые. Помните, да? Была история решить, да? И создал два светила. Одно большое, другое маленькое. Здравствуйте. Летели два крокодила. Один зеленый, другой на север. Да? Вы же знаете историю. Уже знаете историю, конечно. Мы об этом говорили. Сколько говорим, об этом говорим. Нам это важно. Вот для чего теперь. Что случилось? Мгновенно через одну запятую. Одно большое, другое маленькое. Да, Луна стала меньше. Почему? И тут мудрож ступает силой. Говорит очень просто. Состоялась там интересная беседа. Спрашивает Луна Всевышний в первом постуке. И сделал два светила великих. Спрашивает Луна Всевышний. Знаете ситуацию? Стоит раб, стоит ученик и говорит. Всевышний, узнаете? Это был первый наш разговор впервые. Береши. Зачем тебе два одинаковых светила на одном небе? Два царя. Так бывает? Всевышний. А, ты права. Но. Хорошо. Что ты предлагаешь? Одно было меньше, да? Но ты и будешь поменьше. Луна могла. Это почему я? Это я придумала идею? Пусть оно. Похоже на спектакль, да? Это я придумал. А стоит Рав, ученик. Рав, я придумал. Я знаю. Все вы их не знают, но ты уменьшишься. Это наша история в Берешине. Это наш Рош-Ходыш. Так родился Рош-Ходыш. Почему мы живем по Луне и по Солнцу? Вот это конфликт между Солнцем и Луной. И есть все, что у нас сегодня перед нами. И так какой конфликт? Просто. Луна права. Как правы сыны Аарона? Надо свой огонь принести с небес. Правильно. Кроме одного. Стоит на Шарабейна, как предложили фудораб. А я слышал так. Что ты говоришь? Молодец, дай ему шоколад. А вот так сказать. Маши! Робейну, можешь говорить. Надо свой огонь. Или вообще не спросить зрели. Да, да, да. Тогда беда, катастрофа. Вышел огонь и пожрал. Беда была. Могла случиться. С Луною могла случиться. Если бы Луна заортачилась бы. Не было бы Луны вообще. Не было. Не знаю, как мы обходились. Может, земля была плоская, это точно уже попроще. Может, от этого и есть? От этого пошло, что? Все оттуда. Все идет сбережит. Интересно. Все идет сбережит. Что там еще, точнее, произошло? Теперь еще в глубину этой истории. Понятно. И Ставел засветил, и Луна согласилась. И пришла Ставела маленькая. Всевышний говорит, молодец. На тебе звезды. На тебе звезды. Сбойнство. Евреи будут жить по тебе, праздники свои ставят. Ай-яй-яй, как красиво. Сколько, 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 благодаря чему все это есть? Благодаря тому, что Луна смогла сама себе отменить. А могла бы бить в грудь кулаком, говорить, что я тут, я придумал. Она сказала, виновата, принимаю. Ухожу. Уменьшаюсь. Вот на этом и стоит все форумир. Да, я себя отменяю. Так надо. Потому что Всевышний, если я так сделал, значит, так должно быть. В этом будьте здоровы. Здесь у меня дальше никакой возможности что-либо разобраться нет. Я так принимаю. Ну, а последнее все-таки. А что имеет в виду Луна? Когда говорит, зачем тебе два светила? Лишняя работа, как бы лишняя, да? На самом деле, мы-то знаем, что Луна-то, она не светила. Вначале была бы, наверное, светила. Но изначально она не была светилой. А может, до этого была? Мы не знаем, нет? Уже никогда не узнаем или знаем уже навсегда. Мы же знаем прекрасно, что Луна отражает солнечный свет. Так ведь? Как мы сказали, хамед не искать в лунном свете. Не еще. Луна отражает лунный свет. Просит Луна Всевышнего. Всевышний, ну почему ты так сделал? Я хочу тоже быть источником света. Луна не источник света. Она рефлектор, отражающий свет. Не забывайте. Луна не страшно, хотел быть тоже источником света. Ну, как и солнце. Я чувствую себя огромной силой. Я могу быть источником света. А не отражать только его? Всевышний нет. Не такой у меня план. В этом плане, в этом мире есть только один Всевышний. Всевышний, все остальное отражает его свет. Отражает. Даже солнце отражает мой свет. Но оно не плачет от этого. Оно не кричит. Народы мира потом придумают, чтобы клоняться солнцу. Потому что действительно, солнце это самое первое, что может прийти на голову, объяснить такое Всевышний. Оно всюду. Оно дает жизнь. Без него невозможно. Ни секунды. Но Луна хотела быть тоже солнцем. И мы очень большую вещь. Действительно, нам всем хочется быть солнцем. Источником света. Хорошее желание. И первый человек. Его тоже спутали со Всевышним. Когда пришел первый человек в мир, все животные поклонились. Вот он, он, творец. Он говорит, ребята, простите, простите. Я тоже, как и вы. А творец на верху где? Не знаю. Но давайте ему и спели песню ему фалебную. Мы всегда отсылаем к Сивишу. Это не я. Это не я. Это он. Все оттуда. Все оттуда. Как бы ни хотелось бы быть светилой, прожектором, не знаю чего и как. Это желание страстное. Сивиша заложил это желание, чтобы мы давали свет миру, отражая, передавая его дальше. Но при этом передаче есть большая опасность возомнить себя источником света. И это беда. Если я считаю себя источником света, то значит я тоже источник этого мира. Если источник этого мира, то я могу сам решать, когда убивать, когда не убивать. А это решает только все души. И Шламов Мелох нам это объяснил красиво, доступно, на простом языке. Всего хорошего, господа.